Лев Ломакин Интересно, чем всё это кончится и как долго будет длиться конец империи? Ну вот, смотрите, можно считать, что распад империи начался в 1956 году, довольно давно, это Венгерское восстание. Можно считать, что распад империи начался с выступления стран Балтии, это 89-й год или в Румынии. Можно считать, что с приходом Горбачёва и попытки улучшить этот строй советский. Но важно, что это длительный процесс, процесс распада империи, и это не один день. И хорошо, понимаете, уходит поколение и спокойнее это происходит, потому что не сопровождаются гражданскими войнами. Чем медленнее и спокойнее, тем надёжнее. Потому что, ну вот, нынешнее поколение граждан России, это люди в значительной части с советским мышлением, которые понимают справедливость как разницу. Вот, и рыночная экономика, демократия не стали плотью от плоти, кровью от крови граждан России. Они легко поменяли это на деньги, там, как в Крыму. Пенсия, хорошо, пошла нафиг эта Украина, надо зато хорошие пенсии. Вот, так что проблема не в этой власти, не в этих ребятах. Ну, украдут они ещё немножечко. Конечно, хотелось бы там их привлечь, посадить не на кол, ни в коем случае. Посходить в ГАГу, начать расследовать, унижать. Вот, поймать всех родственников с двороводными деньгами, отнять. Двороводные деньги, они почему-то впрок не идут. Вот, вот эти брежневские родственники, они не стали богаче. Хотя там были бриллианты, были огромные возможности. Бог с ним. Хотя я сторонник того, чтобы все эти преступления очень подробно расследовать, виновных наказать, ну, или хотя бы подвергнуть иллюстрации. Субтитры сделал DimaTorzok